СПИТ и СПИТ Мы ей меняем сейчас стружечку Это кокосовая стружка И свежую ей засыпаем Моем ее аквариум Кто это? Ты такого не видел, да, ни разу? Запах непонятный, да, Сэм? Ой, какое животное интересное С Блонди надо будет познакомить его обязательно Она сейчас спит в спячке Не вылезает Саймон нюхает ее Интересно, да? Саймон, скажи, пожалуйста, ты кушал, Саймон? Нет! Кушать будешь? Да! Да, будешь? Иди сюда, Саймон А вот это-то чье? Еда-то есть, Саймон Кушай! Так, понятно Но потом, да? Ну, играй тогда, вот Играй тогда со своей игрушкой Мыли Саймону морду Возмущения не было предела Но он был весь, конечно, уже в заляпанной В этой самой мази Вот здесь вот Потому что трясет вечно ушками, да, и все вылетает В общем, зажимаю его около раковины И мою И он страшным голосом Вопиет Кричит, помогите Топят, убивают и так далее Но потом, вот, ничего Нормально, довольно чистенький Все хорошо сушится Вот, видите, уже бурчит Чего же вы так боитесь-то, а, все воды? Что же у вас такая паника-то начинается? Ну, вот, видите, морду мы научились мыть Хотя бы так Саймон С петухом-то ты подружился, нет? Как ты с ним играешь? Скажи, купили мне собачью игрушку Я не знаю, что с ней делать Ну, так и будешь бросать ее? Ну, видишь, все нормально, бурчит Саймон, спасибо тебе большое За такую любовь Ох, Саймик Маленький мальчик Не обижается на маму Да, зайчик сладкий Да, ой-то мой сладкий Мокрый, но счастливый, да, Саймон? Правильно, вылезайся Такой ежик теперь Мокрый Но ничего, не сильно, видите, он обижается Значит, можно мыться Частями, по крайней мере, ну, можно Мокрый, по крайней мере, ну, по крайней мере Мокрый, по крайней мере Мокрый, по крайней мере, ну, по крайней мере продолжаем говорить о нишевых и селективных ароматах это малинарты довольно бюджетный бренд среди ниши говорить будем о линейке хабанита самым легким на мой взгляд и самым таким приятным как мне показалось в носке будет аромат в прозрачном флаконе из серии хабанита дело все в том что здесь не просто восток такой вот тяжелый насыщенный восток здесь лимоны цветы и все это на подложке из амбры и специи то есть мускатный орех здесь есть здесь есть деревяшистость некоторая но такая небольшая то есть это не тяжелый аромат он более такой носибельный как мне кажется для многих кто хочет попробовать нишевую парфюмерию но недорогое что-то не сложное не тяжелое и не сильно сладко вот аромат в белом флаконе хабанита лесприт мне показался тяжелым хотя я слушала его на других женщинах и таким он не был как он звучит из флакона и как он раскрылся на моей коже на запястье и жасмин здесь такой очень насыщенный мимоза слышно гелиотроп немножко душноватый почули мне показалось довольно такие тяжелые хотя группа свежие цветочные очень странно да здесь есть еще ладан возможно он тоже играет свою роль в тяжести этого аромата но мне показалось что он будет меня подушивать хотя он красивый плотный насыщенный наверняка понравится любителям восточных таких ароматов насыщенных но пока я приобретать его не буду и третий вариант хабанита это это парфам самый насыщенный черный флакон красивый тот же самый рисунок который к слову сказать мне очень очень нравится эта группа восточные ароматы совершенно точно тут я согласна явно прослеживаются мужские нотки в этом аромате хотя он позиционируется как женский но на мой взгляд он все-таки больше мужской петит грейн герань мастиковое дерево белый кедр до ветивер сандал почули дубовый мух мускус то есть все такое вот насыщенная он довольно резкий но он красивый а если вы любите аромата унисекс насыщенные долгоиграющие при этом бюджетный такой вот вариант ниши то обязательно послушайте я думаю вам понравится самому что выпиваешь в тайне пробки нравятся ему вот ходят везде с этими пробочками план у нас сегодня такой сейчас приедет к нам ветеринар будет вторая прививка у саймона посмотрит как у него ушки вылечить с моим ощущением все вроде как прошло у него никаких выделений больше нет из ушек то есть все в порядке посмотрим сколько-то дней не повторится ли вот ну мазь по крайней мере у нас осталось если что еще разочек пролечим какой-то сонный сегодня такой день да немножко в москве идет то дождь то снег такая пасмурная погота вот ну ничего страшного завтра обещали солнышко сейчас ему 6 месяцев теперь нам только через полгода следующий вакцинация ушки нормальные будем чистить хлор гексидином только теперь уши просто вот мазь вот это очень даже помогла что ты так испугался как трясся зайка как начал трястись ужас какой-то ужас держали его он прям весь бедненький как зайчик как маленький зайчик сердце выскакивало даже врач сказал господи сейчас сердце выскочит такой зайчик трусишка сняли сняли со стола скатерть чтобы было удобно ну что как ты говорят что может быть не очень хорошо может быть нормально все по-разному реагирует на чтобы мы не пугались если вдруг откажется от еды или какой-то будет такой сонный первый раз он как раз вот такой вот был но может еще сыграло роль то что ушки тогда чесались болели сейчас вроде как все нормально смотрели уши в порядке уже казали ролла со всякой рыбкой с икрой будем снимать стресс сам он уже пошел отдыхать ложится спать мы будем что-нибудь вкусное кушать но правда он конечно так трясется чтобы все трясемся за него переживают теперь давайте поговорим по поводу заказа здесь уход и витамина ссылочки на весь заказ я вам оставлю казали вот такие вот витамины виджетвери 1 или две таблетки пьются 180 здесь штук очень большой состав посмотрите что это такое мы приобретали ранее другие тоже от бренда солгар немножко в другой упаковке видите у них есть упаковки такие знаете ну просто открывается легко сверху железная крышечка есть вот такая уже защитой от детей в общем будем пробовать точно такую же вот упаковку одну я сейчас уже подарила маме и для того чтобы понять какие витамины нам больше нравится на solutions тоже заказали и это трубаланс тоже мультивитамины и минералы здесь 120 капсул ну и состава примерно плюс-минус одинаковые просто хотим посмотреть какая какой же бренд больше нам подходит в плане именно вот таких вот мульти комплексов до мультивитамины так к нам кто-то уже присоединился самик ну что ты будешь помогать нет значит у меня закончился вот такой вот крем до сайман вот такой крем у меня закончился лайфу мне он понравился но я его как вы знаете смешивала с увлажняющим кремом просто для того чтобы не было сильных шелушений потому что он такой для меня для моей тонкой кожи довольно активный я вам поподробнее о нем расскажу в видео о том что съела моя кожа сами ну как интересно да все время интересуются косметикой вот но сейчас была на него скидка хорошие и я решила повторить и вот это совершенно новинка для меня advanced clinical это ретиноловый серум хвалили его мне лично рассказывали что это очень мягкое средство и слушание нет но тем не менее работает здесь какой-то хороший объем до 52 миллилитра и в общем он как-то недорого стоил да ты считаешь самим как хорошее средство да тебе везет ты молодой того что упаковочка визит он с пипеткой кремообразный как я и люблю мне нравится вот такого вот плана средства с зеленым чаем с алоэ вера ну вот поэтому наверное он в составе содержит не только реценол но и какие-то мягкие компоненты увлажняющие успокаивающие наверно поэтому говорили что он мягкий спасибо саймон ты решил нами на мне посидеть да в этот момент вот смешно и страшно зеваешь пару я решила заказать вот такой крем который многие я знаю используют и для тела и для лица то есть он такой очень многофункционально что-то типа церавэ да вот такие легкие кремы мягкие но здесь с ретинолом вот так бренда называется насколько я спасаясь ретинол саймону зачем же лезть на маму общем если это еще и хорошие ретинол то с такой вот мягкой составляющей здесь green тела и вера до команда то есть еще и есть ромашка то прям замечательно чем запомните баночки вот такие вот есть с ретинолом тоже если пробовали напишите пожалуйста потому что мне конечно интересные отзывы на вот эти вот средства с ретинолом ну вот мои дорогие это был весь заказ я надеюсь буду для вас полезной в этом видео пишите пожалуйста что используйте вы сейчас в своем уходе ну а я уже буду с вами прощаться желаю вам удачи и конечно же будьте благодарны за все что имеете пока